Прямо в эти минуты иммерсивный оперный спектакль о жизни Дмитрия Хворостовского начинается в Театре оперы и балета. Иммерсивный, то есть с участием зрителя, и один из них наш корреспондент Михаил Ленивцев. Привет, Антон, добрый вечер зрителей. Сегодня, пожалуй, самый необычный вечер за весь фестиваль Хворостовского. По двум причинам. Во-первых, он в опере, а не в БКЗ. А во-вторых, это не концерт, а иммерсивный спектакль. То есть зрители тоже в нем принимают участие. А там сцена так интересно устроена, что она кружится в разные стороны и меняются декорации. Наверное, это можно как-то правильно так сказать. В этом-то вся и идея. И перед началом я пристав к режиссеру-постановщику и попросил объяснить, а в чем смысл. Была придумана сама идея. Ну и под эту идею собралась постановочная группа, в общем, в таком звездном составе. Как Дмитрий Макаров, Алексей Симак и дирижер Федор Леднев и все наши солисты. С этим было работать непросто. Образы продумывались. И, конечно же, я считаю, что все получилось. И уже по отработанной технологии я сейчас попрошу оператора потушить свет, пройти в зал и показать вам, как это происходит. А я останусь здесь и расскажу о содержании. Смотрите. Вот, как видите, сидят зрители на сцене. Сидит немного зрителей в самом зале. Но, собственно, о содержании. Это важные куски биографии Хворостовского, его главные жизненные события и явления баритона. Это учеба вокалу, это дебютный концерт, это первый международный конкурс вокалистов. В общем, словами описать это довольно тяжело. Надо смотреть, надо чувствовать. В общем, если вы не успели сюда сегодня, то, говорят, эту постановку могут повторить в ноябре. Следите за новостями. Но, а я, пожалуй, пока вам покажу отчет с концерта перуанца Хуана Диего Флореса, который прошел накануне. Там было не менее интересно. Прихожу один я на дорогу. Два часа опер на итальянском и немецком языках. Это только звучит беспощадно. На деле битком забитый зал БКЗ встал и несколько минут скандировал перуанцу Хуану Диего Флоресу. И посмотрите, какие горящие глаза у зрителей на выходе. Человек держит в таком приятном впечатлении, каждый раз не зная, что ожидать от него. То есть где-то он повысит тембр, где-то понизит. Исполнители вышли и исполнили на бис много произведений с гитарой. Такие душевные и необычные, отличающиеся по формату от всего концерта. В общем, будто бы сходил на два концерта сразу. В мире искусства господина Флореса называют «изящный тенор» за редкий тембр голоса и непредсказуемые его перепады. Плюс он владеет техникой колоратур. Это разные сложные пассажи и трели в пении. А вот этот внезапный переход с рояля на гитару – несколько песен на бис. И такой необычный бис – отголосок юности оперного певца, который даже играл в рок-группе. Когда я был маленьким и только начал заниматься музыкой, я играл на гитаре и пел популярные перуанские и латиноамериканские песни. У меня в доме никогда не играли оперы. Только когда мне было 17, я поступил в Национальную консерваторию и начал знакомиться с классической музыкой. А завтра будет вечер пьес Сергея Рахмайнова в воскресенье. Галоконцерт победителей международных конкурсов. И об этом я вам расскажу уже в понедельник. У меня все. Пока.